Психология бедности. Первое. Это когда в нашей психике есть очень много блоков. Это страхи, что богатство это страшно. Богатство это... Это когда... Но богатство же это все равно перемена, да, жизнь меняется. Это потом еще и потерять тех денег, которых нет еще. Бывает же такое, знаете, да, вот, например, все миллионеры, я знаю одного миллионера, который четыре раза обанкротился до нуля, на улице остался и четыре раза поднялся сам. То есть четыре раза у него эти перепады были, да. И когда слышишь такое, и такой страх возникает, типа, ой, лучше не богатеть, чтобы этих денег не терять, да. Тех денег, которых нет, мы уже боимся терять. Представляете? Когда есть такая психология, ты никогда не пойдешь дальше. Это сильно блокирует, это сильно останавливает. Поэтому старайтесь понимать, что если тратить надо, если терять надо, вы все равно будете терять. Все, что у нас в жизни происходит, это все происходит к нашему росту. Бывает, что пока не потеряем, не можем понять, пока не потеряем, не можем осознать. Бывает, что только потеряв, мы начинаем обретать, да. Только так и есть. Есть закон, запишите. Только потеряв, мы обретаем. Всегда любая потеря, это к обретению. Пишите закон, закон Вселенной. Потеряв, мы обретаем. Всегда, когда что-то вы теряете, никогда не держите фокус внимания на том, что вы потеряли, а держите фокус внимания на том, что вы сейчас обретаете конкретно. Хорошо? Вот. Вторая психология бедности – это установки. Это когда деньги портят, да, это второе. Деньги портят людей. В деньгах счастья нет. Или там большие деньги – большие проблемы. Или богатые тоже плачут. Или, например, деньги… Деньги меня портят, деньги людей портят. Деньги есть только у мафиози. Миллионеры – это там убийцы или еще что-то, или там масоны. То есть вот это все – это те страхи, установки, которые нас опять-таки останавливают и останавливают поток денег. Отрицая денег, мы на самом деле защищаем себя от чего-то. Да. Вот смотрите. Во-первых, деньги не портят людей. В принципе, если у человека это есть внутри, он в любом случае испортится. То есть если у меня это есть внутри, испортится, да, то есть вот это деструктивная программа, если есть у меня внутри, а не конструктивная. Да, то есть, ну, я проясню, деструктив – это вот негатив, скажем, конструктив – это более созидательная, да, более позитивная. Если у меня есть эта деструктивная программа, будут у меня деньги, не будут у меня деньги, я в любом случае буду портиться. То есть это моя карма, это дорога, это мое развитие. И если я должна через деструктив развиваться, я в любом случае буду через деструктив развиваться. Здесь деньги ни при чем. Чтобы вы знали, эти блоки на самом деле вообще неуместны. Очень много людей, если вы замечали, очень богатые, при этом очень не зацепленные сейчас особенно, и при этом очень духовные.